Десногорск Влияние пандемии на рынок труда в России 17 апреля глава региона Алексей Островский провел рабочее совещание в администрации Десногорска. Главная тема встречи – выполнение комплекса мер по профилактике и предупреждению коронавирусной инфекции в городе Атомщиков. Наряду с другими муниципалитетами области Десногорск также принимает свои особые меры по противодействию коронавирусу. Некоторые из этих мер глава области Алексей Островский отметил в первые минуты встречи. При въезде в город работают сотрудники полиции, сотрудники Росгвардии. Измеряется температура тела у всех, кто хочет въехать в Десногорск. Те, кто не имеют регистрацию в городе или не должен здесь находиться по долгу службы, в город не пропускаются. Частью превентивных мер стало эффективное взаимодействие администрации Десногорска с городской медсанчастью, силовыми структурами и местными предприятиями. Об этом сообщил глава Десногорска Андрей Шубин. В то же время перепрофилировав свои действующие отделения, медсанчасть организовала инфекционный госпиталь. Это временная необходимая мера, которую предприняли все больницы страны. Развернуто на базе родильного отделения, новое инфекционное отделение. В общей сложности мы сможем принять примерно 40 больных. Далее идет взаимодействие уже с региональным здравоохранением и пациенты оперативно, если развиваются осложнения, направляются в инфекционный госпиталь на базе клинической больницы номер один. В особых условиях функционирует и Смоленская АЭС. Предприятие продолжает реализовывать меры по защите своих сотрудников от коронавирусной инфекции. Ежедневно проводятся измерения температуры отдела персонала при входе на Смоленскую станцию на рабочих местах в течение рабочей смены с фиксацией в гурнале. Персоналу выданы медицинские маски. В местах общественного пользования, на этажах и в производственных помещениях установлены бесконтактные дозаторы для обработки рук с дезинфицирующими расторами. Губернатор отметил, что главная задача местной власти – не допустить стремительного распространения инфекции. При этом действующие меры Алексей Островский назвал эффективными и крайне своевременными. Я вижу, что мой указ в введении карантинных мероприятий на территории Десногорска, где находится Смоленская атомная станция, выполняется в полном объеме. Рассчитываю, что это позволит оградить Десногорск от эпидемии коронавируса. Олег Соловьев, Григорий Шилин, Владислав Полоскин, Десна-ТВ Коронавирус перекраивает рынок труда. Туроператоры, фитнес-тренеры, сотрудники салонов красоты – многие из этих специалистов оказались без работы. Что нового в работе по найму в условиях пандемии, смотрите далее. Глобальный вопрос, что будет после коронавируса, не обошел и рынок труда. Промежуточным итогом этой неопределенности становятся изменения спроса на отдельных специалистов. Так, в марте на 9% вырос спрос на услуги домашнего персонала. В поиске находятся сферы безопасности и медицины. Вероятно, из-за возросшей нагрузки на этих специалистов. А в аутсайдерах – работники творческих профессий, сферы развлечений, туризма и ресторанного бизнеса. Сейчас очень много количества граждан становятся к нам на учет именно уволены с сферы обслуживания. Сфера обслуживания – это парикмахерские, массажные салоны, туризм. Вот это все идут в основном. При этом о массовых сокращениях речь пока не идет. Многие компании до последнего стараются сохранить штат своих сотрудников, тем самым отказавшись от найма нового персонала. Многие работодатели снимают вакансии, которые были. Буквально за эти полторы недели у нас около 250 вакансий уже сняли работодатели. И не подтверждают те вакансии, которые у них были поданы ранее. Работа на удаленке, вынужденный отпуск, неполный рабочий день. Реалии рынка труда в России в условиях пандемии. Как долго это продлится, главное, что будет дальше. Этого, пожалуй, не скажет никто. Прогнозировать очень сложно. Потому что мы еще не знаем, когда эта эпидемия закончится, и как рынок будет восстанавливаться. Потому что процесс восстановления будет очень длительный, я так думаю. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. В конце выпуска о погоде. 21 апреля в Десногорске переменная облачность. Температура днем плюс 8, ночью около нуля. На этом выпуск завершен. Смотрите наш телеканал, а также наши профили в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok